Здравствуйте, уважаемые товарищи зрители! Это видео я решил записать случайно. Вчера смотрел одно видео про теплицы и всплыло, где в ютубе всплывают похожие, либо какие-то по тематике, про червей. Ну, меня эта тема интересует, я посмотрел и там услышал от женщины-фермерши. То, что просто послужило причиной вот этого видео, потому что это, пожалуй, вам настолько образно сейчас покажет, а я отрывок вам поставлю, какая же проблема есть та, от которой люди отмахиваются, ну, что-то знают, говорят об этом, но забывают завтра и вроде ее нет. Но от этого зависит напрямую качество, продолжительность жизни и, собственно, многие болезни, либо их отсутствие вот именно от этой проблемы. Проблем много, но это одна из главных. Какая? Наличие в кормах у животных антибиотиков. Я уже не говорю о гормонах и какой-то химии, но этим кормят животных, а животные, как говорится, гадят. И в этой связи разговоры женщина просто к слову сказала, что у нее были проблемы в бизнесе, когда поголовье червя, там, половина или треть просто погибло. Они довольно выносливые существа и стали выяснять от чего, анализы сдавать и выяснилось от чего. А вот сейчас посмотрите отрывок, и я продолжу мысль, к чему я это, собственно, говорю, и какие выводы нам надо сделать, ну, и как жить дальше, собственно говоря. Это ведь очень важно. А я все варианты скажу, как жить дальше. Ну, все варианты, а вы выберите свой. Итак, смотрите этот сюжет. Мы начали с полумиллионной популяции червя. Это было очень много и в финансах, и в объемах. Мы заселили сразу половину фермы. Это было порядке 600 метров квадратных. И у нас как бы сразу пошел очень хороший процесс. То есть мы в течение полугода говорили, ой, как это потрясающе, никакой головной боли. Мы вообще заразились этой темой, потому что, ну, классно, он размножается и так далее. Ну, прошло у нас полгода, месяц совсем, и столкнулись с ней проблемы, что мы приехали, а у нас просто червь непонятно по каким причинам начала выползать и гибнуть. У нас был очень большой упадеж. Мы потеряли, наверное, процентов 30-40 всего поголовья своего. Начали копать. В чем причина, как говорится? Надо же докопать до истины. Причина была в том, что большое содержание антибиотиков в навозе. Мы брали в том же хозяйстве, в котором брали до этого навоза, было все хорошо. Ну, и когда уже начали, как бы, просмотрели, выяснили весь процесс, откуда и что, ну, это было применено на коровах. И когда мы, ну, не знали, что она присутствует в этом навозе, покормили червя, получили такой сход. То есть в навозе было высокое содержание антибиотиков? Да. То есть, по большому счету, это тот навоз, который использовать, в принципе, нельзя? Нельзя. Его только утилизировать. Его нельзя применять просто в полях. На нем ничего нельзя выращивать, потому что все, что на нем выращивать, будет содержать антибиотики. И, ну, как мы знаем, пагубно влиять на здоровье наше. Вот когда мы вносим в почву просто навоз, мы не знаем, что в нем находится, чем кормили, а что там было и так далее. То есть под слово навоз может, скажем так, скрываться очень-очень большие проблемы. Прежде чем нести, надо подумать, надо сделать анализы, надо как-то протестировать. Поэтому, так как сейчас очень много хозяйств, которые идут на премиксах и работают как бы на ускорителях того же мяса, на увеличение удоев мака, вот с холдингов, если мы привозили навоз для эксперимента, червь туда даже не ползает. Итак, дорогие друзья, как вы увидели, черви даже погибали от того навоза, который содержал антибиотики, которыми там пичкали, кормили, кололи, неважно, животных. Сейчас корма уже добавляют, антибиотики, гормоны для быстрого роста. Антибиотики, чтобы они не болели и рисков меньше фермеру было. А как у людей, что будет дальше? Со здоровьем им наплевать. Ну, в первую очередь тем, кто производит корма. Ну и фермерам, конечно, тоже. Тем более концерном агрохолдингам. Вы покупаете в магазинах разные продукты. Сейчас мы говорим, конечно, о продуктах животного происхождения. Ну, давайте не будем сегодня. В этом видео я не буду сейчас говорить о агрохимии для растительной пищи, которую люди едят там. То, чем обрабатывают поля, чем растения от вредителей обрабатывают и так далее. Теперь я зачитаю буквально одно письмо одного человека под тем видео, который как раз об этом написал. Потому что ему мысли вот эти в голову пришли. Хотя сюжет вроде бы о другом. Как выращивать червей. Выгонали это, но ведь тема затронутая, важная. И тем более, я надеюсь, вы понимаете, что вообще не к этому видео было. Это к слову женщина сказала. А о чем мы должны задуматься? Ну, вот человек пишет. С этого видоса, только все-таки видео, не люблю, когда корешат слова, узнал, что коров, которых пичкают, их отходы даже червы не едят. Нет, едят, просто погибают. А мы мясо употребляем и молоко. Значит, что здесь я хочу сказать? Во-первых, вы представьте, какое количество химии и, в данном случае, антибиотиков, вбирают в себя животные в своем теле. Особенно фильтры их. Ну, как печень или почки. И, конечно, по законам науки, скажем, экология. А это наука о пищевых сетях и цепях в биосфере. Ну, и эта наука изучает взаимоотношения организмов между собой. Так вот, сказано четко, что от продуцентов до консументов, то есть потребителей первичной энергии в природе, в биосфере, а продуцентами являются растения, консументами разного порядка животные, первого уровня это, которые растения потребляют, второго хищники первого порядка, ну и так далее. Количество энергии, передаваемое от продуцентов, ну, то есть от растений, которые получили первичное органическое вещество за счет воды, растворенной в ней минералов и энергии солнца, и дальше энергия уменьшается. А количество вредных веществ, поскольку животное растительноядное ест много растительной пищи в течение месяцев, лет, и она химию разную, вредные вещества в себе, хотя часть выходит, но часть накапливает в себе. И передается это вредное вещество, то или иное, любое, увеличиваясь в других телах, ну, то есть хищников первого порядка, второго. Так вот, человек, когда он ест животных, это чтобы вы понимали и глупости не писали, некоторые прям пишут, думают, что, ну, кто говорит, мясо вредное и так далее, а сколько химии в растительной пище. Так вот, запомните, кто ест животных, тот накапливает в себе гораздо больше химии. Потом химия, химия и рознь. По крайней мере, растения именно антибиотиками не удобряют, там другая химия. А вот антибиотики, которые влияют на клетку, на деление клеток, я уж не говорю, что они отравляют печень и другие органы нашего организма, они передаются и накапливаются частично. Ну, слушайте, уже в ледниках Антарктиды находят, и в скважинах, где-нибудь в Швейцарии, в родниках антибиотики. Вот так они передаются везде по планете. А тут в гигантских количествах пичкают животных. Люди это едят. То есть, понятно, насколько это опасно, вредно. Что удивляться про огромное количество болезней, которые все молодеют. Что делать? И вот человек пишет, а так многие пишут, а мы употребляем мясо и молоко. И здесь я хочу сказать следующее. Во-первых, не надо есть то, что не предназначено человеку как виду. Нам как виду мясо и молоко вообще никак не положено. Почему? Я кратко скажу, об этом у меня сотни видео на канале есть, но вот совсем кратко. Молоко, естественно, в природе все виды млекопитающих животных пьют, потребляют только так и никак иначе, а именно. Маленький грудной теленок, козленок, там неважно, так же, как и человеческий ребенок, это все по одной программе идет, пьет материнское молоко до определенного поры, до времени, пока животное не протерпевает определенной метаморфозы и меняется биохимия таким образом, что животное начинает переходить на видовое питание, то есть то, чем питаются взрослые особи того или иного вида уже всю жизнь. И они никогда не пьют больше молоко. Всякие идиотские разговоры, вот дешевые философии о том, что, мол, это потому, что им не дают, они не питаются. Так, стоп, в природе такого не бывает. Философство не то же. Есть четкие биологические законы. Нет и все, точка. Я объяснял в других видео, что происходит, когда начинают те же коровы, например, взрослые, пить молоко, выворачиваясь. И есть такие отдельные экземпляры, у себя вымя даже высасывают. Мне об этом писало несколько ветеринаров. Всегда рак желудка. Потому что изменилась биохимия, больше нет того фермента ренина, который вырабатывается в желудках телят-козлят, который разбирает, расщепляет высокомолекулярный молочный белок казин и так далее. В общем, это извращение законов природы. Лакать молоко, тем более других видов, будучи тем более взрослым человеком, нельзя. А ребенок должен грудное пить молоко своей матери. Все. Это истина. Это просто факт. Не надо с этим спорить. Мясо, почему не естественный продукт? Потому что это не видовая пища, не ест человек по своей анатомии, морфологии, биохимии. Это. Человек-то ест, но есть это не должен. Оттуда другие проблемы, огромное их количество. Я отошлю вас к трем видео своим. Всего лишь хотя бы к трем. Ссылки на эти три видео под этим видео я вам оставлю. Первое называется «Мясо надо есть». Как раз о том, что не надо, но я так назвал, для привлечения внимания. И там обосновано логически, почему и что происходит с человеком, когда он ест мясо, что дальше происходит с ним в организме. Дальше. Например, кто-то религиозный начнет бредни нести насчет того, что сам чуть ли не бог заповедовал есть мясо, режь горло, мол, выпускай кишки и жри трупы животных. Для них есть видео «Мясо и Библия». Посмотрите. Ну и, наконец, философы и те, кто любит оправдывать свои пристрастия даже ценой глумления над разумом человеческим, могут что-то про клыки там сказать. Для вас видео «Клыки». Посмотрите. Ну и давайте, пожалуй, одну неудаленную ютубом так сказать часть лекций «Сосиска в голове». Вот еще четвертую и пятую. Одно из двух или трех видео «Мясо и дети». Это для совести, что называется. Вот пять эти видео дадут вам ну все сферы, так сказать, практически, чтобы вы себе не могли противопоставить, мне противопоставить. Будут там все эти ответы и пояснения. Договоримся по-честному так, да? Посмотрите, аргументы послушайте, железные, логичные, доказательные, научные, а потом что-то можете там говорить. Не несите бред про силу и мясо, никакого отношения это друг к другу не имеет, тот же Иван подобный мясо не ел. Или, например, Джор Алины, который в 104 года вот так двумя пальцами сжимал в конверт, как вы не можете этого сделать, даже если вам 20 лет и вы весите 150 килограмм, из них 120 мышцы, качок какой-нибудь, вы не сможете двумя пальцами согнуть 25-цинтовую монету в конверт, а он в 104 года делал, он был веганом и умер от того в 104 года, что его сбила машина на большой скорости. Так, теперь, что касается, что же делать нам всем насчет того, что химия, ну, расширим эту тему и тем более антибиотики. Как быть? И тут несколько вариантов ваших действий. Первый вариант, вы на все плюете, дешево себя обманываете, что жить тоже вредно, кстати, об этом видео у меня было, ссылку оставлю на эту глупость, жить тоже вредно, бедляческие такие высказывания, чтобы ничего такого в жизни не менять, это дешево и низко, так говорить. Вот есть такие, кто, а, плевать там, что будет, то и будет. Ну, подход, подход, да, есть такой вариант. Второй подход такой, человек говорит, да, я хочу жить дольше, не болеть, ну, по крайней мере, уменьшить шанс умереть от какой-то тяжелой болезни, чтобы меня паралич скосил, или там, от рака, поэтому я понимаю, что это все вызывает рак, в том числе и антибиотики, всякие гербицины, это гарантированно, потому что это, ну, мутагенные вещества, канцерогенные, то тогда я перееду жить куда-нибудь в экопоселение, или на хутор, или общиной какой-то там, старобрядческой, например, или как-то по-иному, уеду жить под далеко, на природу, буду сам выращивать все, это выход, абсолютный выход. Но большинство людей так не поступит, это дураку понятно, это один процент, ну, два населения, ну, три, может, когда-то будет пять, нет, тряхнет какой-нибудь катастрофа глобальная, так все, кто останутся живы, так и будут жить впоследствии, но хорошо, это второй вариант, третий вариант, человек говорит, я хочу остаться в городе, жить, вот так вот жить, я привык, я городской житель, но хочу есть здоровую пищу, кто-то скажет, отмахнется, что нет нигде здоровой пищи, это дешевый самообман, конечно, есть, ее мало, но она есть, как вы считаете, есть такие люди, кто уехал за город, вот с такими жесткими жизненными позициями, выращивает еду, и он выращивает больше, чем потребляет, чем его семья потребляет, есть, есть, они продают излишку, да, кто-то своим друзьям, это правда, и даже не выходит на рынок на какой-то, кто-то выходит на рынок, такой продукции очень мало, очень, иногда какие-то виды продуктов, но их нету месяцами, или сезонно только, не могут быть в супермаркетах, как это происходит, лежать всегда продукты, вообще вот прям, что называется, да, со всего мира, да, так сказать, но они все с химией, это же поймите, это чтобы там было для огромных сетей, и даже не для огромных, это огромное количество продуктов надо выращивать, значит, это трактора, значит, это агрохимия, значит, это небольшое количество людей, занятых в сельском хозяйстве, будут выращивать там на, ну, один человек на, скажем, 100 тысяч людей будет выращивать, или на 10, хотя бы тысяч, но не меньше людей, должен вырастить продуктов. Какие там вот продукты? Дураку должно быть понятно, что нахимиченные. А ручной труд он дорог. Таких людей, кто ручную готов трудиться, почти нет. Что значит, какие выводы мы должны сделать? Или выращивать самим, или покупать у тех, кто так выращивает по экологическим принципам. Таких людей мало. Мы, например, тут будет реклама. Но кто-то, дурак, конечно, скажет, о, так он для этого видео делал. Но отчасти для этого. Ну что от этого? Проблема, она перестала быть. Или ту проблему, которую я поднял, по-другому скажу. Она что, не существует? Конечно, существует. А почему я должен молчать и не говорить, что мы как раз уже долгие годы, уже второй десяток лет, почти 20, занимаюсь я в том числе и тем, что выращиваем сами. Выращивают мои близкие там товарищи, коллеги. И мы продаем продукты питания, в том числе, хотя не только и биологически активные добавки, натуральные, не химические. И там ряд приборов разных для здоровья. Но в том числе, с чего мы начинали? Это, конечно, органические, без химии, продукты питания высочайшего качества. Причем как цельные овощи, фрукты, так и переработанные в какие-нибудь, например, там дегидрированные порошки, концентраты. Но без высокой термообработки, то есть органические, веганские и сыроедные. То есть все питательные вещества в них сохранены. Это всякие смузи супы, это всякие паштеты там и так далее. Это различные каши и много чего другого. Я советую вам зайти на наш сайт nadgard.ru или продукты от Фролова. Например, в Яндексе набираете продукты от Фролова. nadgard.ru на конце.ru. Ну ссылку я вам оставлю под этим видео. И вот вы на сайте смотрите. Эти разные продукты, товары. Там много разделов. Вы можете посмотреть, выбрать. И вы можете покупать наши продукты, а мы вам отправим их в любой город России и любую страну мира. Ну понятно, что не скоропортящиеся, а те, что в упаковках, концентраты там и так далее. Москва, москвичи и подмосковье, конечно, могут получить и овощи, и фрукты. Так, это сказал. То есть выход есть. Вы, по крайней мере, те люди, кто посмотрел мое видео, может на этом нашем сайте приобретать разные продукты. Органические и натуральные. Второй сайт наш по зерну. Все сертификаты биоорганик. И мука. То есть из этого зерна мы делаем муку. Это наш другой сайт. nadgard.net. Ссылку на него по зерну, по муке и по бобовым. Там черная, чечевица, красная, зеленая. То есть ссылку на этот сайт я вам тоже оставлю под этим видео. Сначала будет на надgard. Это по всем продуктам. Потом по зерну, муке, бобовым. Вторая ссылка. И, пожалуй, я вам оставлю несколько важных еще видео, которые посчитаю нужным в этой связи. Ну, например, про химию в тех или иных продуктах. Что же делать? В принципе, что делать, я вам сказал. Есть ли еще какие-то варианты? Нет. Итак, подведем итоги. Можно забить на все и плыть по течению. Безусловно, кривая вынесет к болезням онкологии, потому что она уже давно на первом месте и ранняя смерть. Второе. Переехать из городов в какие-нибудь экопоселения. Кстати, мы тоже организуем экопоселения в Псковской области. Вот еще на что. Ссылку я вам оставлю на видео. Посмотрите, под ним вся информация будет. Кому это будет интересно. Значит, переехать, выращивать самим здоровую пищу. И третий вариант покупать у тех, кто выращивает. Ну вот, собственно говоря, и все. И, конечно, я советую. Ваше дело это вот. Вы будете как хотите жить. Но советую все-таки не есть то, что от природы человеку не предназначено. Потому что у любого живого организма есть видовой тип питания. Понимаете? Видовой. И как бы вы что ни придумывали себе, уверяю вас, сотни тысяч людей до вас, миллионы, ту же ерунду говорили, а вы всего лишь повторяете услышанное за ними. А почему, повторяете? Не потому, что вы до истины хотите докопаться, а потому, что вы хотите просто есть то, к чему привыкли, а что вам вкусно, что хочется. Но, уверяю вас, вкусы меняются. Все те страшилки, что без мяса человек там умрет или будет плохо себя чувствовать, это бред. Ни на чем не основанный. И, конечно, правда в том, что и веганы болеют, и даже сыроеды. Почему? Потому что любые люди совершают ошибки. Те или иные. И когда кто-то захочет очередную чушь сказать, что вот веган или там сыроед умер от чего-то, а вы не хотите сказать, от чего умирают сотни миллионов людей каждый год по всему миру мясоедов. Не хотите посмотреть, что в онкоцентрах 99,9% людей именно те, кто едят вот как вы привыкли, как любите. Мясо, перекусы, сладкое, химическое. Да, кстати, я хочу сказать, что и насчет сладкого. Да, я в своих видео говорю, насколько это вредно, что не стоит потреблять, даже в ущерб своему бизнесу. Но я хочу вам сказать, и для тех людей, кто все равно будет есть сладкое, то лучше покупайте натуральный. Это натуральный мед, абсолютно экологически чистый наш мед. Значит, покупайте наш сыроедный веганский шоколад. Их у нас видов за 20-30. Во-первых, который сделан не из обжаренных какао-бобов. Там нет жареных и, значит, с канцерогенами каких-то веществ, элементов. Ну и, конечно, там не тот самый сахар синтетический, рафинад там какой-нибудь, а именно сахар в смысле натуральный. Но, конечно, это тоже сахар, фруктоза, скажем, из виноградного сиропа или из сиропа топинамбара, ну и так далее. Тем не менее, эти продукты несоизмеримо менее вредны, ну в плане сахара, в остальном только польза, кстати, в остальном, чем любой шоколад, который продается где бы то ни было. Даже дорогой, который дороже нашего. А про дешевый, когда люди вот тоже говорят и сравнивают, они просто вот, ну просто идиоты, как по-другому их назвать. Ну как можно из каких-нибудь пятерочек шоколад сравнивать с нашим? Вы понимаете, что там вообще-то добавлено пальмовое масло в любые дешевые шоколады, в любые глицидол вещество вызывает рак. У меня об этом было видео, кстати, ссылку оставлю. А пальмовое масло и так далее. Ну, это вот стоит продолжать мне развивать эту мысль? Думаю, нет. Вы и так, наверное, дальше все поймете сами. Не может ручное производство быть дешево. Оно должно быть в разы дороже и может быть только в разы дороже, чем химия, произведенная автоматами. То есть, одним суперкомбайном, конвейером. Понимаете? Ну, это в разы. По-хорошему раз в сто дороже. Но это всего лишь в два, в три, в пять раз дороже. А как может быть еще? Вот кто-то задумывается из тех, кто пишет всякую ахинею и злиться, что это дорого? Или, о, он продает. А кто это должен продавать? То есть, я должен о проблеме рассказать. Проблема существует. И я, типа, не имею права это сам делать качественное, хорошее и продавать. И, типа, от этого истина перестает якобы быть истиной, что это действительно вот есть такая проблема. Ну, кто такое говорит? Идиот только. Поэтому, если вы хотите жить дольше, если вы увеличить шанс хотя бы хотите, прожить дольше здоровым человеком, больше энергии, чтобы было разум, чтобы не затмевался у вас, ну, и так далее, и так далее, то, пожалуйста, один из вариантов, один из вариантов, можете покупать наши продукты. У нас их около тысячи наименований. Уникальных, вкусных, качественных. Ну, вот, собственно, и все. Переходите по ссылкам, смотрите, пересылайте это видео своим друзьям, близким, знакомым. По крайней мере, может быть, они задумаются над каким-то из двух разумных путей решений. Например, создадут свое какое-нибудь хозяйство где-нибудь. Переедут жить, сами будут вести это хозяйство. Или кому-то в складчину, может быть, поручат. Или там с эко-поселениями какими-то заключат там договора, чтобы они поставляли те или иные продукты. Видите, сколько я вариантов предлагаю? Или у нас непосредственно будут просто покупать. А мы готовы вас обеспечивать качественной, сезонной едой. И плюс, едой в виде концентратов, питательных веществ, я имею в виду, концентратов. Это плохо не относиться к этому слову. Так же, как люди к БАДам, слово БАД относится почему-то плохо. Ну, понятно, из-за Гербалаева, там прочее. БАД это биологически активная добавка. Например, спирулина, природная растительная, ну, это, собственно, водоросль или хлорелла. Это же тоже БАД высушенная, например, таблетированная, либо в порошке. И что, у вас тогда возникнет реакция негативная? Тогда нет. Так вот, и не надо плохо относиться к слову БАД. Надо только смотреть на состав. И чтобы вы были уверены, ну, в человеке, например, вот как во мне, скажем. Кто своим именем, лицом, жизнью гарантирует качество. Потому что бумажки, это всё херня. Уж извините за грубость, потому что бумажки, я не знаю, стоит вообще объяснять, почему бумажки, это ерунда. Или вы действительно считаете, что сертификат, они, конечно, есть. Но бьют-то по морде, а не по паспорту. Так и бумажки, они ничего не значат. Потому что даже в Германии были случаи, когда подлучали биосертификат, а потом под это дело, имея сертификат, гнали продукцию те же яйца. Уже химические, обычные. И так же точно поступила, например, крупная сеть, одна дорогая. У нас в стране много лет назад, когда из Таиланда завезли с сертификатами био кокосовое масло хорошее, сыродавленное. А потом стали из Индии завозить дешёвое сырьё, и процентов 300-400-500 была прибыль. Ну а Маркса кто хорошо помнит? Или вы думаете, это устарело? Это на все времена, это истина. Если 100-200, сколько там, 300% прибыль. Перед чем капитал не остановится? Ни перед чем не остановится. Чтобы на любое преступление будет готов даже убить. А вот и убивают людей. А те, кто прикрывает все это дело где-нибудь, там депутаты в правительстве, определенные люди, ну они получают от этого огромные деньги. А ведь у нас девиз сейчас какой в жизни? У нас же капитализм. Значит диктатура чего? Кого? Буржуазии. Значит лозунг главный берет жизни всё. И деньги это главное. И ещё лозунг личное обогащение. Значит не общее главное, не выгоды большинства, а личные. Значит если есть законы, по которым тебя не расстреляют за эти преступления, а у нас даже по сути-то и, ну сейчас начались конечно чистки и посадки тоже. Сейчас да, сейчас да. Но до недавнего времени нет. И что тогда будут делать они? Будут идти на любые преступления в сговоре с бизнесом. Поставки того же глицидола тысячами и миллионами тонн в страну. Ну извините пальмового масла, которое содержит глицидол. И так далее, и так далее. Вы понимаете? Вот она логика, вот она истина. Вот здравый смысл. А теперь очнитесь наконец-то. И хватит говорить вот эту ерунду. Да, тут ещё люди возразят, скажут денег нет. Я понимаю, это проблема у большинства людей, у большинства, конечно, особенно пенсионеров нет. Но тогда что можно делать? 6 соток, 12 соток, к родственникам, к друзьям объединиться. Я ещё раз говорю, я знаю пенсионеров, которые переезжали в эко-поселение. Причём не обязательно со своими родственниками. Ну со своими это вообще счастье, но даже без. Есть такой, значит можно? Можно. Ну кто инвалид, да, тут сложнее. А так, в общем, короче говоря, как говорится, лиха беда началом. Надо не пенять и, мол, всё бесполезно. Нет, не бесполезно. Вы можете изменить. Просто другой вопрос не хотите. Но дёшево искать отговорки, что вы типа не можете, это преступление перед собой. И главное перед здравым смыслом, просто разумом человеческим. Ведь если сделали это одни люди разных возрастов, состояния здоровья, а это истина, то и вы можете сделать. Ну по крайней мере 95% из вас могут. Поэтому нести вот этот бред не надо. Ну вот примерно то, что я вам хотел сказать. Ссылки все необходимые я оставил вам под этим видео. Смотрите мои видео, о которых я говорил. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Подпишитесь на мой данный канал. Нажмите под ним на слово подписаться. Вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления. И выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут. И подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть мы вместе поможем, наконец-то, людям стать здоровыми и активными. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!